всем привет уважаемые друзья сегодня будет тема как вырастить качественную лучшую матку из яйца журнал человодство 1963 года номер 7 подписывайтесь ставьте лайки жду ваших комментариев итак друзья слушаем тему это реферат с немецкого журнала номер 4 швейцарского пчеловодного журнала ну 63 года номере 4 помещена статья матковода майера который доказывает преимущество маток выращенных из яиц по сравнению с матками выведенными из личинок матки выращены из яиц значительно крупнее чем старше личинка используемая для выведения из нее матки тем мельче получается матка и тем больше по внешнему виду становится она похожей на рабочую пчелу особое значение автор придает выбору семьи из которой берется племенной материал семья воспитательница должна быть сильной иметь обилие пчел кормилиц точнее молодых и находиться в раевом состоянии в то время использовали такие семьи то есть почти что в раевом состоянии чтобы достаточно пчелы было некоторые матководы считают что для проведения семьи в раевом состоянии перед тем как дать ей на воспитание личинок достаточно подкармливать ее сиропом в течение трех недель но по мнению майера этот срок слишком мал он считает что побудительную подкормку надо начинать давать семье воспитательницы по крайней мере за 6 недель до начала вывода маток за это время образуется большое количество пчел кормилиц и семья приходит в раевое состояние по новейшим наблюдениям другого матковода иордана кормовые железы пчел больше более старшего возраста в случае необходимости снова развиваются и такие пчелы в состоянии кормить личинок однако молодые пчелы кормилицы кормовые железы которых естественно подготовлены к выведению молочка безусловно лучше подходит для вскармливания расплода здесь есть рисунок я вам покажу как они выглядят обратите внимание вот она видите толстая кормовая железа это молодой пчелки а это вот тоненькая нить это старшая пчелы летной она уже не имеет такого качества а это кормовая железа которая вырабатывает молочко и она очень хорошо кормит всех личинок хорошую кормежку вырабатывать молодые пчелы включая для маток также и трудней то есть очень качественно развитие семьи подходит если в семье много молодых пчел искусственные мисочки майор не использует он разрезает на отдельные ячейки сот с яйцами затем каждую ячейку приклеить к отдельным патронам которые укрепляются на рамке держателя после этого рамку ставят семью воспитательницу автор проводит интересные данные этого мотковода иордана яичник маток состоит из яйцевых трубочек в которых и происходит формирование яиц матковод иордан установил что у матки выведена из яйца яичник состоит из значительно большего числа яйцевых трубочек чем яичник матки выращенной из личинки таким образом матка выращенной из яйца должна обладать больше яйценоскостью и жизнеспособностью дорогие друзья еще есть некоторые вопросы по этой теме по пчеловодной именно за маток я сейчас зачитаю вопрос можно ли для вывода маток сот с личинками брать в одной семье а для выращивания маток поставить его в другую безматочную семью ответ можно так обычно и поступает при массовом выводе маток когда от одной семьи требуется вывести их несколько сотен но когда маток требуется немного 23 десятка то лучше выводить их самой материнской семье опыты показали что себя воспитательница оказывает влияние на признаки не только воспитываемых ей маток но и на признаки ее потомство при выводе маток в самой высокопродуктивной семье из ее же личинок матки дочери вполне передают потомству свое полезное качество чем при передаче личинок другие семьи воспитательницы и еще один вопросик какие пчелы вылетают сыроем молодые или старые ну а иногда говорят и молодые и старые все там летят ну вот послушаем что отличали допустим 60 лет назад ответ впервые пчела вылетает из уля при благоприятной погоде на 5 6 день жизни дальнейшем молодая пчела хотя и выполняет уливые работы но периодически вылетает на очистительные и ориентировочные облеты с руем вылетают молодые пчелы не занятые работами которые в большом количестве накопляются в дни предшествующие его выходу все эти пчелы физиологически молодые но в то же время они летные так как уже неоднократно вылетали из уля и знать его местоположение поэтому правильнее всех пчел в семье делить не на летных и нелетных или на молодых и старых а на ульевых и полевых 100 и первые выполняют работу в улье которые собирают в поле вторые собирают в поле взяток период же подготовки к роению ульи накопляются еще бездеятельные молодые пчелы которые составляют основную массу роя и так друзья подписывайтесь ставьте лайки жду ваших комментариев до встречи удачи вам хорошего настроения